Доброе утро! Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности или сокращенно СИМ получили правовой статус «Транспортные средства». С 1 марта 2023 года пользователи личных СИМ и самокатов, сервисов, аренды должны соблюдать установленные правила дорожного движения ПДД. Подробнее об этом поговорим с нашим гостем, студеначальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения УИГИ ПДД по России по Югре Любовь Медведева. Сколько сокращений у меня сегодня. Любовь Фавру, доброе утро! Доброе утро! Итак, первый, наверное, и самый главный вопрос. Нужны ли какие-то права на то, чтобы использовать электросамокаты? Электронные средства передвижения. Правильно Никита сказал, внесены изменения с 1 марта. Эти изменения у нас ввели правовой статус таким транспортным средством, как средства индивидуальной мобильности. И хочу отметить, что на них не требуется ни водительского удостоверения, ни страхования поля самосага. Скажите, для чего вообще нужны новые правила? Просто для повышения безопасности поездок раньше человек на электросамокате считался пешеходом. И правила безопасного вождения носили рекомендательный характер. То есть таким путем мы пытаемся как-то обезопасить и тех, кто просто, ну люди, да, ходят по тротуарам, и тех, кто катается на самокатах. Ну да, конечно, потому что раньше были какие-то, скажем, непонятные ситуации, и это были пешеходы. Они у нас регламентировались правилами для пешеходов. И привлечение к административной ответственности лиц с 16 лет, таких, кто лиц управлял средствами индивидуальной мобильности, тоже никак не пришли бы. И поэтому законодательством принято решение выделить их отдельно. Названы они средства индивидуальной мобильности. Это они имеют либо одно колесо, либо несколько, и передвигаются посредством электронного двигателя электрического. Любовь Ивановна, скажите, существуют ли правила, которые регламентируют скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности? Да, конечно, средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты, у них должно быть ограничение скорости до 25 км в час. То есть где бы мы ни передвигались на нем, скорость не должна превышать. Я, кстати, катался на электросамокате, и справедливости ради скажу, в защиту сервиса, на котором я катался без рекламы, что 25 км, не больше. Я-то думал, это потому что я толстенький, он больше ехать не может. А это, оказывается, правило. Вопрос очень важный, да, очень насущный. Где можно передвигаться на СИМ? Это проезжая часть, пешеходная дорожка, специально выделенные зоны, или как? Да, смотрите, там все просто. Правила для движения таких транспортных средств, они очень похожи на правила для велосипедистов. То есть маленькие детки до 7 лет должны передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, пешеходным зонам. Но если это пешеходная дорожка, то он должен находиться со взрослым, с совершеннолетним, сопровождающим взрослым пешеходом. Может двигаться по велопешеходной дорожке, но со стороны пешеходов. С 7 до 14 лет точно так же тротуары, пешеходные зоны, велосипедные, велопешеходные дорожки, но уже со стороны велосипедистов. И с 14 лет необходимо передвигаться везде, все, что я перечислила, но еще при отсутствии всего разрешается передвижение на средстве индивидуальной мобильности по краю проезжей части. Но при некоторых условиях, когда на этой улице установлены ограничения до 60 км в час, когда ваш электросамокат имеет необходимый светоотражатель и фар, и исправную тормозную систему. Вот тут я душеньку и отведу. Нет, не стоит. Все-таки это небезопасно. Часто наблюдаю такую картину, что на электросамокате передвигаются сразу по два человека одновременно, на одном транспортном средстве. Скажите, это допустимо правилами или нет? Нет, вот как раз поправки, которые внесены, но оно и раньше. Во-первых, я скажу, что это небезопасно, потому что, как правило, перевозят маленьких детей, которые, как они будут держаться, там приспособлений нет. Но не это самое главное, это запрещено правилами. Запрещено перевозить пассажиров. И это же средства индивидуальной мобильности. Да, вот именно. Поэтому это запрещено. Само название за себя говорит, да? Сразу два вопроса, я вам объединю один. Скажите, может ли сотрудник госавтоинспекции остановить средства индивидуальной мобильности, чтобы беседу провести профилактическую или что-то еще? И существует ли наказание за езду в нетрезвом виде? Да, смотрите, сотрудник полиции, госавтоинспекции, да, в нашем случае, при надзоре за дорожным движением может остановить и обратиться к любому участнику дорожного движения, как будь то пешеход, водитель, да, или велосипедист. То есть это то же самое распространяется на лиц, которые управляют средствами индивидуальной мобильности. А что же касается управления в нетрезвом состоянии? То есть у нас запрещено управление любых транспортных средств в состоянии опьянения. То же самое касается и управления электросамокатом. И данное нарушение предусмотрено частью 3 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. И влечет за собой наказание в размере от 1000 до 1500. То есть это административное наказание, да? Все понятно. Спасибо огромное. Мы немножечко влезли в ясность. Вот это очень непростой и теперь насущный вопрос. И будем надеяться, что будут все ездить по правилам, как положено и где положено. Да, как мы, как я. Спасибо большое, хорошего дня. До свидания. Друзья, с гостем прощаемся. Вам же говорим, берегите себя. Если уж используете эти средства, то будьте предельно внимательны. Мы вернемся через 2 минутки. Продолжение следует...